Привет, с вами Дима и Женя. И сегодня мы расскажем вам интересные новости в сфере виртуальной реальности. Оставайтесь с нами и вы узнаете, зачем нужен умный лифчик, как увидеть внутренности собеседника, не нарушая закон, и что общего между Google Glass и Maybach. Mercedes создал автомобиль с лобовым стеклом дополненной реальности. Теперь водитель видит на нем не только дворники, но и всю полезную информацию о дороге. Такой умной функцией обладает модель Vision Mercedes Maybach 6. Прямо перед носом водителя на стекле появляются карты, навигация, скорость и другие данные. Стоит умная машинка около 10 миллионов рублей. За такую цену лобовое стекло дополненной реальности еще и должно само отпугивать голубей. И еще новость для тех, кто любит тачки и особенно гонки. Благодаря приложению Ford VR теперь можно побывать на знаменитом заезде во Франции Лиман совершенно бесплатно. При помощи камеры Nokia OZE компания Ford сняла гонки в формате 360 и выложила в сеть. Теперь вы можете посмотреть на заезд не только с трибуны зрителей, но даже из гаража Ford и пикстопа. Согласитесь, ни один билет не дал бы вам таких привилегий. Ну а пока гонщики соревнуются, кто из них быстрее, разработчики игр тоже бьются за призовые места. В Кёльне прошла церемония вручения наград GamesCon Award 2016. Тут выбрали лучшие виртуальные игры этого года. Не буду томить. В общем, победила игра Уилсон Хар. Сюжет таков. Главный герой просыпается в больнице и понимает, что у него вместо сердца какая-то фигня. Миссия найти орган. Ничего не напоминает? Они украли мое сердце. Сможешь вернуть свое сердце? Весьма вероятно, я поставлю его на место. Мило. Да, прям ремейк адреналина какой-то. Второй победитель тоже немного украл сюжет. Игра называется Battlezone. Чем-то похожа на танчики. Похоже, крупнейшие игровые компании в этом году сэкономили на зарплате сценаристов. Вот и получили один сплошной плагиат. Предлагает экономить и компания Applied VR. Причем на успокоительных для пациентов. Фирма агитирует больницы заменить таблетки на приятные VR-приложения. Конечно, во время операции очки вместо наркоза давать не будут. Тем не менее, эффект успокоения действительно есть. Особенно помогает VR-лечение при разных психических расстройствах. А вот следующее изобретение лучше слабонервно не показывать. Это футболка, которая открывает внутренний мир человека. Всю подноготную собеседника можно увидеть благодаря виртуальным очкам и специальному коду на майке. Выглядит очень аппетитно. Стоит ноу-хау примерно 2000 рублей. Создатели думали, что такая одежда понравится медикам, но пока спрос невелик. Так что все в семье разработчика теперь носят изобретения. Даже собака. И еще один провал из серии «Идея хороша, а исполнение не очень». Компания ОмСигнал придумала умный лифчик для занятий спортом. Он считает калории, показывает пульс и всячески общается с хозяйкой. Такой же компания сделала и для мужчин. Не лифчик, конечно, а майку. Компания вообще всю спортивную одежду пытается сделать умной. Одна проблема. Для общения с хозяином этой одежде нужен смартфон или очки дополненной реальности. В итоге получается настоящее снаряжение космонавта, а не обычная форма. Да и постирать такое белье в машинке не получится. Придется выбирать. Либо все время тратиться на химчистку, либо ходить вонючкой. Это были все новости виртуальной реальности на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и вы всегда будете хорошо пахнуть и отлично разбираться в гаджетах. Всем пока!